Славяне почитают Николая Чудотворца, как говорят в легендах, он должен был стать Богом, но отказался. Могущество святого Николая народ считает почти беспредельным. Именно на зимнего Николу во многих деревнях Могиревщины его образ переносят из дома в дом или просто молятся перед общими свечными иконами. Программа днями зимнего Николу отметила в Кличевской деревне Новая Слободка. С теплой покоя в звычайной селянской хате господары ведут гостей довязковой славутости. Гэта образ кладень з выявой святого Николая Цудотворца. Кожна узгадывает свои надеи и мары и просит для себя и для людей. Самому образу Николая угодненько шмат году, никто из мясцовых не памятает кольки. На литографии тяжко разглядеть дату другу, 1901-й, это значит, что образу может быть 115 году. Мать говорила, что наша малая была, эта икона была, уже маленькая была. Годов, наверное, было сколько ее? Годов, наверное, 10. Эта же икона была закапанная. Для чего? Ну, от немцев закапывали, чтобы они не спалили ее. Образ у хати Кулянковых стоит уже некольких годов. Звычайно, свечный образ на Николу пероносили с хату в хату. Капкожный же хар мог отримать свой ковалочек счастья. Ну, у нас все пока хорошо. Дети, внуки. Ну, все пока хорошо. Пускай так и будет. История образа повод для успамина у старожилов связана с семьей. Говорят, что Микита вельми хотел годовать детей, але яны не выживали в умоленстве. И тому, и он дал обет Богу, что купить икону Миколая отсюда творца и поставить у себя в хате. Кали он это зарабил, у него народился сын, и он не помер, и сына назвали Микола. Слободские люди говорят, что яны отшивают подрымку святого Миколая. И не ахлитичи на тое, что у нас век найнувших технологий, а сбоку старода у них образа бачиться вялизный плазменный экран, пусть ровно у новой слободцы хочуть протягивать свою каштонную микольскую традицию. Кали мы будем заховыць свои абрады, мы будем у першую чаргу умацовыць свои семьи. На Миколу, говори старые люди, нельзя никого сумовать. Лишилась, что гэта можа прынести суровые амаразы. Тому образ у новой слободцы святкуюць. Стол повинен быть досыть богат, звязковой ежей спечи. И, конечно, застольная бяседная спева. И швей юры из Миколаю. Новая слободка – это хлыбинка, далекая до храду и от отрас. Тут живем менее полсотни же хару. Усеяны с ностальхию загадываются былые часыны, когда великая вёска гудела и шумела. Свечку зажигал? Да. Желание загадывал? Да. Тогда что ты просил у Миколы Угодника? А вот этого нельзя говорить. Какой будет будущая вёска, не продказать. А обратно новой слободцы – это уже частка культурной спадшины Кличевского района. И приятно, что сейчас есть современные технологии, которые позволяют записать то, что уносят, к сожалению, наши бабушки и дедушки, записать и уже повторять, и продолжать, и дарить, и передавать это наследие своим будущим поколениям. После зимовых Миколы у новой слободцы начинают соревноваться до Нового года и каляду. С надеей на здоровье, счастье и мир для себе и для усякого света. Чудес. Очень хочется чудес, потому что в нашем мире их так мало осталось. Хотелось бы, конечно, для всех и присутствующих мира и здоровья. Очень. И я верю, что Микола Чудотворец, он нас охраняет во всех наших начинаниях, путешествиях. И я думаю, что обязательно это даст. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!